Сердце припудрено мукой, но надо, в конце концов, решиться на правильное. Будь, будь, быть хлебом во имя Иисуса Христа. Давайте мы встанем. Господь, Божий праведный, Ты очень обличал фарисеев, когда они так были, набожно выглядели. Господь, я прошу, Господи, за себя и за всех нас, чтобы мы не обманули сами себя, чтобы, Господь, действительно, то, что Ты простил нам, то, что Ты взял на себя, то, что Ты заплатил эту цену, даже за тех убийц, даже за тех, которые были в концлагерях начальниками, Господь, Ты претерпел и это, Боже. И теперь я прошу Тебя, Господь, в нашей жизни, в повседневной жизни, где нет убийц, но где эти отношения среди родных, среди близких, среди братьев, сестер, иногда просто переходят границы того, что Ты бы хотел видеть в нас, когда мы не можем простить каких-то элементарных вещей, которые не столь важные, и как мы иногда просто даем волю своему языку и мыслям, огорчая Тебя таким образом, а Ты сказал, чтобы не огорчали Духа Божия, потому что Ты живешь в нас, Господь, и я верю, Бог мой, что этот закон не на каменных скрижалях однажды проявится, но на каждом сердце, этот закон любви и жертвенности, о котором Ты говоришь в Своем Слове. И я благодарю Тебя, Боже, за эти дни. Господь, я знаю, что всякий, который открывал сердце для слышания, он получил это внутреннее очищение, он получил внутреннее утверждение, он что-то такое получил правильное, от чего хочется служить Тебе, ходить в Твоей воле, ходить в Твоей силе любви и вере, чтобы не просто бегать из храма домой и из дома в храм, но чтобы, как мы сегодня пели, Ты мне один лишь нужен, чтобы это была правда, что это была бы правда, что мы действительно нуждаемся только в Тебе, а не во всяком, что наполняет этот мир материальное, грешное, плотское, бесовское. Господи, защити нас, Господь, от этого Чернобыля, защити как того офицера Божия, поставь свою охрану от этой радиации греховной, которая так пытается заразить каждого из нас. Господь, я прошу Тебя, открой наши сердца для того, чтобы жить чисто, честно, достославно, что только похвала от Господа, чтобы всякая гордыня, какое-то любопрение, всякое хвастовство и жадность, чтобы все это умерло в нас, чтобы оно все это было связано и никогда, никогда не поднималось. Спасибо Тебе, Господь, за эти дни. Пусть они, Господи, для всех, абсолютно для всех, не прошли даром, чтобы мы извлекли из этого все полезное, все нужное и необходимое. Господь, мы слышали, Господи, как Ты двигаешься, и там, в этой православной церкви, Господь, и где столько количества народа, говорят, что они принадлежат к этой динаминации, и я прошу Тебя, Господи, Бог мой, пусть их сердце будет расположено не к динаминациям, онным признакам, но к самому Тебе, чтобы сердце возносилось в самое небо, чтобы сердце приходило, Господь, и искало только лишь Тебя, Господь и Бог мой. И мы просим Тебя за Отца Сергия Божия, за его служение, за его труд, и храни его, Господь, от этих опасностей, от этих людей, которые не знают Тебя, но которые думают, что они за Слово Божье стоят, которые, как ты сказал, будут убивать вас, думая, что делая это во имя Иисуса, но это неправда. И потому, Господь, огради его, Боже, от всех бездумных людей, от тех, которые не понимают, или от тех, которые злопыхают этой злобой, охраняя его, Господь, на путях его. И пусть это Слово, это истинное, здравое Слово, это зерно, которое он сеет, чтобы оно однажды дало эти всходы, и потом плоды. И мы верим, Господь, потому что ты однажды пришел, ты однажды пришел, и тоже начинал, начинал это служение, и ты нашел этих последователей, этих учеников. Ты ушел, их всего было 12, потом 120, а сегодня миллионы, 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 миллионы. Господь, спасибо Тебе, потому что ты посеял это, посеял любовь, милость, прощение и освобождение. Пусть эти посевы, Господь, будут и там, в России, в Украине, и также, Господь, я прошу Тебя, и здесь, в Германии, и особо я прошу, там, где мы живем, там, где мы сеем, там, где мы работаем, там, где, Господь, мы пребываем, чтобы в этом нашем кругу, потому что у Тебя огромный, огромный огород, и Ты каждому дал свою грядку, Господь, и дай, чтобы каждый следил за то служение, или за то место, которое Ты дал каждому из нас, чтобы мы не остались нерадеющими, но чтобы ревность по Богу снедала нас, чтобы на нашей грядке не было этого бурьяна, сорняков и всяких посевов, которые приходят лукавые и сеют эти плевелы, которые не дают, которые заглушают все доброе. Благослови нас, Господь, и дай нам стоять твердо. Я просто прошу Тебя за тех, у которых сегодня тяжелые дни, у которых проходит година искушения, чтобы не возроптать, чтобы не разочароваться, но встать твердо на Твое Слово, потому что Твое Слово – да и аминь, и ничто не может изменить его, и всякий уповающий, всякий стоящий на Слове Своем, он не колеблется и становится твердым духом, и твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, потому что на Тебя уповает Он. Благослови, Господь. Благослови, Господь, Отца Сергия. Пусть не поколеблется вера, пусть не поколеблется это упование, потому что Ты сказал, и это исполнится. Благослови Его семью, Его детей, жену, тех священников, которые единомышленны с Ним. И пусть это единомыслие возрастает, пусть единомышленников приходит еще больше. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы просто призываем Твое благословение. И тем благословением, которым Он благословлял нас, мы благословляем Его и Его служение. Во имя Иисуса Христа, Господь и Бог мой. И дай нам всегда помнить о тех, которые оставили в этом мире все, которые оставили и не побоялись, не побоялись выйти против всей этой системы. Господь и дай силы, дай успех во имя Иисуса Христа. Твой Дух да наполняет сердце реформаторов, тех, которые истинно хотят служить Тебе, тех, которых Ты избрал не для веселой жизни и не для прогулки по этой жизни, но для дешевого труда, для спасения окружающих людей. Пусть приходит это знание Божие. Пусть приходит это распознание великой воли Господней, которая для нас есть благая, святая и угодная. Наполни, Господь, ее нас. Благослови, Господь, его пути, где он еще здесь будет по Германии, Боже. Пусть рука Твоя будет над ним. Все колесницы, на которых он будет передвигаться, да будут благословлены Тобою. Ангел-хранитель, да хранит его от всяких бед и несчастей, Господь. И Дух Твой да наполняет его, да вразумляет его и ведет его так, как хочешь Ты. Благослови еще этот день, храни нас в этом дне. Дай нам, Господь, в этом дне не расплескать это благословение, но рассуждать между собой о том, что сегодня слышали, чтобы это пришло в нашу жизнь во имя Иисуса Христа. Господь, низкий Тебе поклон. Дай нам быть, Господь, исполнителями Слова Твоего, потому что Ты сказал, что Ты это все делаешь для того, чтобы Вам было хорошо, чтобы нам было хорошо. Господь, прими от нас честь и хвалу наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И все сказали, Аминь. Аминь. Я хочу спросить, Вы первый раз у нас в собрании? Да? Да благословит Вас Господь. Вы верующие? Да? Очень хорошо. Гот из Зегин. И всем тем, кто сегодня у нас, будьте благословенными, рады, что Вы посетили нас, потому что это так приятно и хорошо, когда мы имеем общение друг с другом и с Иисусом Христом. Спасибо.